всем привет меня зовут наталья сегодня решила записать видео сегодня 5 августа в таком формате и быстренько надеюсь сегодня его выложить несмотря на то что я ежедневно что-нибудь записываю но некогда монтировать ну потому что как сказать почему потому что что-то какую-то ошибку сделаю видеозаписи они потом не того формата потом у меня что-то с компьютером и так далее поэтому сегодня я вот постараюсь записать и все сразу сегодня выложить со всеми новостями сегодня мне хочется много чем поделиться ну что во первых у меня здесь такая вазочка банка и здесь ветки кустов смородины я была сегодня на день рождения у раисы михайловны и 79 сегодня исполнилось я ездила ее поздравлять и у нее там растут во дворе кусты смородины в общем мы подумали решили что есть и их отрезать поставить веточки в банку они пустят корни и в общем у меня будут кусты смородины это раз так второе сегодня такой незнаменательный день наверное как сказать запоминающийся будет для всей нашей семьи сегодня моего младшего сына зачислили университет на бюджет учитывая что он скрывает вообще всю свою личную жизнь и не разрешает мне разглашать ее я просто скажу что это связано с физикой радиоэлектроника и так далее вот конечно он хотел поступить подавал три университета документы в один мы отвезли оригинал учитывая новшество которое в этом году при поступлении как поступает как выставляет приоритет из сколько нужно учебных заведений подать документами подал и в три это онлайн через услуги и потом как мы поняли что вот куда ты больше хочешь туда выставляешь перри первый приоритет потом например второе если туда ты вдруг не прошел по баллам ты переходишь во вторую конкурсную группу третью четвертую вот куда у тебя баллы и как мы поняли что сначала соревнуются твоей конкурсной группе если еще есть свободные места тогда те кто не прошел в других группах переходят в твою конкурсную группу которые указали да как вторым приоритетом твою или третий там и потом уже между собой соревнуются вот было очень интересно что когда мы поняли что выставили приоритету то учебное заведение куда он хотел как-то так правильно что мы походим на тот момент проходили на все пять направлений мы повезли оригиналы нам даже выдали сертификат гарантированного поступления вот прислали на почту сообщили что в любом случае зачислены сертификат гарантирует что учить будет учебное заведение даже если не хотела баллов то есть на коммерческой основе научить будет учебное заведение для последнего мы смотрели там оставалось это два дня два-три дня до подачи оригиналов и он смещается смещается сверху сверху смещается и получается внизу несколько человек с таким же количеством баллов и в один прекрасный день исчезает в списке ну как бы там какая техническая проблема какая-то и тут раз и получается его уже в списках в этой конкурсной группе нет он поступает на второе направление которое он выбрал туда он зачислен не зачислен туда он проходит в первый с таким же количеством баллов стоят люди из других конкурсных групп и я таки не поняла эти правила я звонила уточняла но нам сказали что да так так устроено если систем что и учитывается профильный предмет это математика у тех людей несмотря на одинаковое количество баллов математика у них баллов выше так у меня статиши сделаю ну вот ну а тот же день позвонили из другого университета и сказали что везите оригинал ну вот скорее всего проходите потому что если там было бы бороться что-то выяснять то там был бы последний был бы в своей группе а здесь он получается в самом верхнем ну здесь меньше меньше проходной балл он тоже на бюджет вот ну и ладно значит так и надо ну в общем в общем это хорошо это хорошо все волнения такие отпали конечно было мы переживали мы знаете как следили за его успехами когда он сдавал егэ баллами потом же вот изучали вот эти все законы новые ну в общем сын поступил теперь бы только бы ума еще набраться каких-то взаимоотношений чтобы наладились у нас семья еще лучше станет вот потом что еще рассказать прошел больше уже месяца да как мы уже сделали операцию чувствует он себя хорошо немного шел подкачал ну мы его обработали обработали ну ничего вроде бы все нормально сейчас больничный продели заниматься физическими нагрузками нельзя ну он иногда если нужно ездим на машине на дом который мы строим зарезал по лестнице наверх я туда не смогла залезть ну вот помогает мне по дому на кухне готовит еду спасибо ему большое потому что в настоящий момент я уже смирилась с тем что я особо там уж в отпуске не была я смирилась с этим я поняла что у нас есть цели и слава богу что у меня есть работа и слава богу что у меня есть подработки возможности поэтому мы продержимся дай бог чтобы он выздоровел еще несколько месяцев и не быть на больничном главное чтобы все там зажило и дало возможность ему жить полноценной жизнью и работать что еще вчера интересное событие произошло у нас в Берске вчера работаю раз и везде отключился свет и быстро же город маленький раз и раз там в новостях ватсапе все разлетелось света нет везде нет я говорю что-то случилось не могу просто так по всему городу отключиться ну потом оказалось что погрузчик снес высоковольтную линию и в результате и не только в нашем городе а рядом тоже в городах пропал свет ну и все сказали что будут работы выполняться ну и вот приходит понимание ну пришли домой что вода насосы же качают это должно электричество скоро отключится вода то есть опять же прошла информация о том что уже в некоторых районах города воды вообще нет отключился интернет отключилась полностью связь электричества нет печка не работает но муж а я хотела же голубцов наделать а он не стал ждать он меня спрашивал давай я ленивых наделаю пока ты придешь с работы а я говорю да нет это уже хоть что-нибудь я буду делать голубцы и тут я прихожу а он уже их накрутил у нас наверх тело свет отключился у нас походная печка газовая с баллончиками и все он получается поставил воил на голубцы а я думаю что телефона нет появилась возможность свободное время чтобы убраться сделать влажную уборку а у нас наверное хоть раз повезло у нас так дома на нашем районе устроена теплосистема что горячая вода наверно самотеками длит и то есть если ты живешь в доме у тебя по старику живут муж пенсионеры которые не ходят на работу то ты если первый проснулся утром и хочешь помыться включить воду то тебе нужно очень много спустить из трубы с горячей да с крана там идет холодная вода и потом только горячая вот наверное поэтому вчера в нашем доме была вода я еще успела помыть полы в общем сама помыться и все и говорю своим детям вот какие бывают ситуации то есть мои дети вот сколько мы здесь 10 лет здесь живем но если какие-то случались там отключение света может быть на полчаса а то прошла же информация что это возможно и до завтра не сделают и так далее естественно закрыли все магазины потому что все работают через кассы банковские карточки не работают ну есть какие-то ларьки где наличку принимают светофоры отключились понятно что отключились лифты еще сын спрашивает а как же вот если в больнице я говорю там должно быть генераторы какая-то независимое электроснабжение какое-то должно быть и говорю вот только вот в такие моменты очень важна профессия электрика строителя в общем тех людей которые обеспечивают нашу жизнедеятельность слесаря какие-то вот эти мужские работы не ну кто не какие-то творческие может быть ну в общем приходит понимание что важно потом же детям иногда часто же да я говорю что вот сейчас компьютеры они говорят можно всегда все прочитать нет вот скоро замедляется компьютер там youtube может быть это все отменят но в конце концов приходит понимание что информацию нужно учить запоминать получать читать иметь книги литературу потому что вот один движение рубильника и мы находимся ну вот таком первобытном обществе когда не привезли курицу в магазин и и чем питаться я еще говорю теперь нужно идти сторожить огород потому что вот если так продержаться неделю да единственная еда которая у людей вообще вообще ну сейчас огурцы там кабачки ну и картошка ну это есть какие-то катаклизмы ну слава богу я пошла на коротчера клубнику там рассаживала пока я была на огороде включили свет интернет и жизнь понеслась своим чередомусе дальше вот появилась возможность у людей и наверное выйти на улице пообщаться благо не так жарко сейчас у нас в квартирах но вообще на улице вот такие дела что еще что еще ну что еще строим дом ах если бы была мечта такая жизнь настала бы тогда что что хочешь поставить тавелку пройтись по абрикосовы сверну на виноград и на улице я постою в тени вишневые грушовые ну стройка стройка не никогда не кончается и то что на что ты планируешь как бы материально финансовые вложения то они увеличиваются могут увеличиваться потребности увеличиваются оказалось что нужно и суммы эти все какой-то мелочок кажется это мелочок какая-то ливнёк сток воды это 150 тысяч гаражного рота 100 тысяч теперь оказывается что нужно откосы окна нам поставят но еще заказали только а откосы они не планируют не входит в смету штукатурка отливаете поставить а нужно же поставить потому что дом будет разрушаться кирпичный если будет течь вода туда на подоконнике тем более нам не хватает денег на облицовку 500 тысяч и будем зиму так переживет дом надеемся вообще там должно быть умный дом и там отопление можно регулировать дистанционно будем смотреть как он дом строится по моему полтора кирпича да полтора кирпича ну где-то около сорока сантиметра толщина можно конечно термопанели какие-то существуют в общем натепление и так далее можно просто шубу волга что может быть потом сами но я даже не представляю сами это вот второй этаж тоже я не смогла тут отобраться вот эти волнения что наверное у нас ничего не получится трудно это все будет потом я говорю что все будет походу жить у нас есть где начинать с ноля ну что ну нет у нас денег сейчас делать там что-то внутри шикарно заходи и живи будем значит исходить из того что есть негритусечка как тебе нравится смородинка да а как пахнет ну вот такие у нас жизненные истории завтра я иду вождение уроки три урока взяла потому что 9 число у меня экзамен посмотрю как я справлюсь взяла машину ту которая экзаменационная потому что я как бы может быть где-то уже говорила что там по-другому работает сцепление ему нужно привыкнуть потому что ну тебе не дают 2-3 попытки ты тут раз я не я думаю что любой человек даже со стажем водитель взял новую машину в руки ну как бы все равно должен ее почувствовать и привыкнуть понятно что ты будешь ехать но механика это не автомат где ты там кнопочку нажал все равно нужно к этому привыкать вот такие дела что еще раз сказать лето в разгаре уже кажется заканчивается и я в каком-то замкнутом круге не выходила за пределы своего дома работа на огород кажется такой маленький радиус моей жизни ну по большому счету я особо не страдаю вот сегодня я пошла в день рождения а в самой душа металла что если бы пошла пораньше вернулась пораньше можно было бы еще пойти на огород ну уже как есть если бы еще кто-то занимался урожаем который вырос было бы вообще идеально ну все на этом новости мои закончились а что по поводу ютуба не знаю вот как записывала так и буду записывать параллельно выкладываю на дзене ну может если кто-то хочет поддержать или кто-то хочет меня найти если вдруг я потеряюсь на ютубе то яндекс дзен и по-моему такое же название сибирская кахлушка так что вы мне легко найдете все всем пока до новых встреч